Приветствую, уважаемые подписчики нашего канала. Мы находимся в городе Чернобыль, по улице Мира. Мы знаем, что это улица Мира. Где-то нашли такой реалитетный автомобиль. На родине называлась Инвалидка. Где этот черт инвалид? Вот такой транспорт. Здесь боковые. Выпускался он, наверное, здесь стоял двигатель от какого-то мотоцикла. У нас есть товарищ, который все эти моменты знает. Ему, наверное, интересный такой автомобиль. Даже доска приборов сохранилась. Есть не какой-то датчик. Ручка переключения. То есть, действительно реалитет. Сейчас я возьму камеру, покажу вам немножко поближе. Вот тут двигатель есть. Может кто-нибудь здесь что-нибудь оставил? Ёшкин-кошкин. Ничего. Покажи, какой бачок там находится. Смотри, бачок какой-то интересный. Ну-ка, дай-ка возьму, подержи, пожалуйста. Извините за неудобство. Сейчас я пальцы уберу. Бачок такой здесь находится. Это, наверное, бензин на сюда столько надо было налить и полгода кататься. На этом транспорте. Оно так, как капот, так, знаешь, хлопни так, таким, знаешь, смахом. Ой, красота. Так где все-таки двигатель? Ага, видимо, дополнительный бак к нему валяется. Ага, сейчас. Вот. Она была двухместная. Собака не мешает снимать нам ролик. Вот. Свет, по всей видимости, заводской, не перекрашенный. Вот. Сейчас мы тут посмотрим. Ох ты, смотрите, подвал. Реальный подвал, смотри. Ух ты, глянь, глянь. Камера. Угу, угу, угу. Ага, вот здесь, наверное, двигатель находился. Вот такая моторная часть. Вот. Какая-то бутылка с маслом валяется. Ну, интересно. Сейчас мы посмотрим, что здесь за табло. Ну, такие уникальные вещи есть. Вот. Приборная доска. Вот. Выломано. Что-то есть ведь. А что написано? Топливо, что ли? По всей видимости, топливо написано. Пассировочка не очень. Собаки лают, дом не пускали. Грибок вырос, смотрите, гриб. Ну, осенний, весенний, зимний. Пылесос, ракета. Вот там внутри хозяин забыл. При эвакуации, по всей видимости. Ну, конечно, все с иронией, но, тем не менее. Обратите внимание, какой-то мастер был хозяин. У него тут рабочий стол был такой вот. Металлический. Шкафы, сейфы. Затковы всякие. Ну, вот. Ну, это его дом. Хозяина дома. Разрешите войти? О, беденка упала. Представляете, где я иду. Блин, а что тут на толки все, смотрите, попадали. А я захожу сюда. Ой, люблю рисковать. С печкой опять поломанной. Ну, это вообще. Объясните кто-нибудь, почему, кому, зачем это все нужно. Пол сломан. Вот. Печь. Много комнат. Да как-то не закручены все, интересно так, да? Обои поклеены. Газеты, а затем обои. Какой год, интересно. Ну, не хочется пачкаться. В домах ничего нет. О, пять копеек валяется. Надо же такое, да? Советские. Никому не нужно. Короче, тут и денег найти можно. А вот солью банка валяется, пожалуйста. Сольки можно взять. Ну, вот рабочая газета. Какой год? Где тут год? Обои. Обои. Ну, ладно. Не хочется вымазываться. Глядно. Так. Отопление было хозяйское. Ой, смотри. Смотри крыша. Смотрите, как она провалилась. Эта бомба упала, по всей видимости. И мы здесь, ой, ходим рискуя жизнью. Да, нас, может быть, некоторые не понимают наше хобби, стремление показать народу. Вот такой столик был хозяин. Вот. Тазик такой стоял. Вот нагреет. Тазик ноги. Греется. Хемечка щелкает корень. Да, интересная тут такая находка. Транспортное средство. Да, поверьте, тут все заросло. Лето вообще тут не пройти. Давайте еще в один дом зайдем. Опять же по улице Мира. Вот такая вот подсобочка была. Тут можно ходить вечно. Я уже как-то высказывался. Видите шкаф какой старый. Пожалуйста. Ящик военный. Точно военный? Я помню такой. У нас такие были ящики. Может, там есть патрон? Сейчас посмотрим. Печь разрушена. Металлов печного нет. Опять вопрос. Кому он нужен? Вестник истории. Современная какая-то литература. Вот, пожалуйста, выход был. Печное все разломано. Крыша уже все пострадала. Вот вещи. Вещи. Смотрите. Штанишки. Манишки. Пинжачок. Тех времен. Старенькая по всей видимости. Интересно по всей видимости. Здесь все это литературная газета. 89. Да? Ну, то есть, кто-то доживал еще здесь. Вот. Одежда такая. Ну, в принципе, видите, дома все разграблены. Ничего в домах такого нет. Какая-то летняя кухня. Подворье. Сарайчики. Вот. Что здесь в сараях могло быть и есть. Старая мебель. Подвалы. Банки-склянки. Горшок ночного назначения. Опять элементы одежды всякая. Какой-то утвар держали, наверное. Какая-то загородка есть. Вот такая вещь тоже интересная. Посмотрите, мне нравятся такие вещи. Вот. Гвоздь. Старинный гвоздь. Тут столько экспонатов можно найти. А вот лодка, по-моему. А ну-ка. Или что это у нас? А ну-ка, 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 ну-ка. Что это? Лодка? Нет. Это что-то такое непонятное. Может какая-то теплица была. Может какая-то теплица была. Ну, может быть для кого-то утомительно. Не так, может быть, подробно нужно. Ну, хотелось бы, как я уже повторюсь, каждый дом снять, показать, рассказать. Может кто-то увидит свою усадьбу. Вот. Вот. Потому что попасть сюда, ну вот еще, а, на два хозяина. Вот шкаф такой старый, пол проваленный. Вот, смотрите, с какой резной частью шкаф. Вот. Резной. Ага, это совсем другой вход. То есть, на два хозяина. Посуда валяется. Опять печка выломана. Ну, это вообще все выломано. Стол. Старый. Самодельный такой, я помню. Вот. Здесь. Тоже. Ай, кубочки. Ну, вспоминайте, такие кубочки были. Детские игрушки. Помните, да? Вот такие вот. Математика. Математика. Второй класс это, да? Вот. Русскоязычная школа. Русский язык. Второй класс. Старокласска здесь была. До аварийного периода. А потом еще у нас. Бахнула. И люди эвакуировались. Ранчики и стаканы. Старенькие. Тех времен. Такая посудина интересная. Такая. Медная. Ну, короче, тут. Хорошо, что не все еще. Не все знают. Не все еще добрались до этих мест. Стиральная машина. Рыга. А, Волга. Стиральная машина Волга. Вот такая вот. Выброшенная. Распотрошенная посередине. Да. Ну, вот так вот мы. Свободное время. Посещаем. Смотрим. Усадьбик. Вот. Чернобыль. Улица Мира. И какой-то переулок еще. А тут переулок написано. Вот. Но не прочитать уже. Может быть. Нет. Не прочитать. Ну, всего, пожалуй, доброго. Черноармейская. А то Мира. Да, все-таки? Вот. Или вот это Мира. Вот такие. Поезд. Поезд. Ну, да. Вот такой знак. Тут еще поезда ходили. Сейчас будем идти поезд искать. Всего хорошего. Кто подскажет, где находится поезд, тому приезд. Удачи вам.